Ну что же, я приветствую всех братья. Еще один прогноз для вас разобрал. Но перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь и давайте начинать. Роуз на Маюнас против Карла Экспарзе. Напомню, что это будет реванш. В их первом поединке победила Карла Экспарза. Как раз таки нанесла первое поражение Роуз на Маюнас именно болевым удушающим приемом. С того поединка утекло много воды. Реально много воды. Напомню, что Карла Экспарза это ее база. Это борцовская база у ней. Они чисто отлично себя чувствуют на канвасе. Именно как борцуха. Реально крутая. Роуз на Маюнас это, я думаю, ее многие знают. То есть, универсалка. Что тут много можно обсуждать. И реально классно работает в стойке. Знаете, поединок, как по мне, более чем интригующий. Потому что стилистически Карла Экспарза может оказаться самой неудобной оппоненткой для Роуз на Маюнас. Но давайте сейчас немножко отойдем. У кого какие поединки были серьезные. Какие войны прошли после их первого боя. Где Экспарза нанесла поражение Роуз на Маюнас. Напомню, что Роуз на Маюнас тогда была еще абсолютно неуверенной. Психологически неуравновешенной в себе соперницей. Допускала много ошибок. И в том числе за счет этих ошибок, я считаю, так же это поражение и произошло. Вот. Значит так. Два поединка с Вэль Жанх. Две невероятные зарубы. Где, блин, в первом поединке нереальным хайкиком Роуз вырубила. Во втором поединке более конкурентный был. Прошел полную дистанцию. Но так же Роуз забрала там по праву, да. Вот. Джессик Андраде. Два поединка. Где один раз абсет совершил Андраде. Второй раз такой конкурентный поединок получился. Но Роуз забрала. И Яна Инжейчик. Два противостояния. Где дважды Роуз доказала, что она лучшая. Действительно, с того времени Роуз на Маюнас нереально спрогрессировал. Это стоит отмечать. Карла Эспарзе это последний поединок Янь Сяунянь провела. Где выиграла, кстати. Я говорил, что не надо там Эспарзу списывать со счетов. До этого Марину Родригес прошла. Мишель Уотерсон. Марину Мороз. И проиграла Янжейчик. Но Янжейчик это топ уровень. Но проиграла, кстати, на нокаутом, если не ошибаюсь. Знаете, поединок более чем интригующий. Потому что ставить против борцухи это всегда рискованное дело. И несмотря на то, что Роуз реально улучшилась. В стойке Эспарзе делать нечего с Роуз. На данном этапе тем мастерцом, которым владеет Роуз. Это с головой хватит. Но вопрос в том, что... А если у Эспарзе в каждом раунде по периодику по два будет получшаться. И Роуз как-то быстренько не подрубит, не вырубит. Эспарзе на самом деле очень стойкая такая девушка тоже. То могут начаться... Реальные проблемы-то на Майюнас. Я об этом также долго думал. Но все так-то я считаю, что если взять по прогрессу... Тем более Роуз на Майюнас моложе на 5 лет. И я считаю то, что... Ну не может. Ну по крайней мере не должна, по моему мнению, здесь на Майюнас проиграть. Вот. И в 70 на 30 я отдам в ее пользу. Но не более. Никогда нельзя списывать крутую борцуху или борца. Никогда нельзя списывать. Потому что борьба это такая вещь, что непредсказуемости несет в себе очень много. Вот. Первая моя ставка. Поединок опасный. Если кто-то хочет там сильное притопить, за кого-то советую. Просто, наверное, лучше поболеть. Первая моя ставка. Победа Роуз на Майюнас. Коэффициент 1.42. И моя вторая ставка. Это склонюсь к тому, что на Майюнас победит судейским решением. Возможно, даже близким судейским решением. Но должна она затягивать данное противостояние. За 2.5. Это мои все ставки. Я очень долго думал. И все так-то пришел к выводу, что на Майюнас должна, за счет своей разносторонности, за счет более того, что она молодая спортсменка, я думаю, голода еще осталось до побед. Должна побеждать. По крайней мере, я здесь буду болеть точно на Майюнас, потому что она более яркий, красивый по стилю боец. А Карла Эспарза все так-то однообразная. Да, это работает, эта борьба. Но я, честно, тут всей душой притоплю за Роуз на Майюнас. Желаю ей победы. Что ж, своим мнением я поделился. До новых встреч. Свои мнения вы делитесь в комментариях.